Сибирь Леонид Чукин Леонид Антонович Леонид Чукин Она первая начала флорбол. В середине 90-х на базе детско-юношеской спортивной школы номер 22 открылось отделение флорбола. Этот вид спорта начал набирать популярность. Тренировочной площадкой стал спорткомплекс «Юность». Постепенно сформировалась детско-юношеская и любительская лиги. Флорбол – командная игровая спорта. Это одна из развитых хоккея. Хоккея играют в спортивном зале, площадка 40 на 20 метров. Играют пластиковыми клюшками, пластиковым мячом. В принципе, очень схоже, еще раз повторюсь, с хоккеем. То, что состав команды 5 в поле плюс ротарь. Дмитрий Брюханов – в прошлом капитан и нападающий команды «Сибирь», мастер спорта, сейчас президент Федерации флорбола Омской области и по совместительству судья всероссийской категории. Вот уже более 10 лет занимается популяризацией и развитием флорбола в регионе. Очень интересный, динамичный вид спорта, развивает все качества. Достаточно становится популярен во всем мире. Все больше стран играют в него. И Международная Федерация ведет большую работу. Поэтому подключает разные страны. Это очень интересно, когда появляется большое количество команд, которые могут соперничать между собой и демонстрировать уровень своего мастерства. Чем-чем, а уровнем мастерства омские флорболисты похвастаться могут. Помимо стандартных в том или ином хоккее приемов, бросков, введения, обводки, во флорболе есть свои технические маневры. Эйртрик – воздушный трюк, при котором мяч будто прилипает к перу клюшки. Такой финт позволяет игроку быстро обойти соперника и совершить бросок. Именно эти фристайловые приемы делают игру зрелищной. Динамичная игра, быстрое передвижение. Всегда нужно быть в тонусе, успевать на опасные моменты, на вперед-назад передвигаться, двигаться постоянно. Пришел в секцию, сказали, подходишь на вратаря, так как рост большой. И вот так вот начал играть. Умение читать игру, понимать, что на поле происходит, подсказывать нужно уметь защитникам, как правильно играть, как передвигаться тоже. Вратарь же видит всю, полностью поляну, поэтому ответственность тоже большая. По словам президента Федерации, успехов команда «Сибирь» смогла достичь благодаря сплоченности игроков, работе тренеров и поддержке регионального Минспорта. Большую благодарность хотелось бы вывести Министерство спорта Омской области, которое нас поддерживает в последние годы. Они видят, что мы стараемся, развиваемся, показываем высокие спортивные результаты. В прошлом году заняли первое место в чемпионате России и 11 игрокам сборной команды Омской области призвали звание мастер спорта России. Я думаю, что это тоже хороший результат, но мы останавливаемся на достигнутом, будем работать дальше. Все игроки команды мастеров начинали с детской флорбольной лиги. Спортивные секции есть в каждом округе города. Отделения Федерации работают даже в общеобразовательных учреждениях. Я пришел с ДФЛ, пришел с детской флорбольной лиги. Сначала там начинал играть, потом оттуда позвали играть в юниорской сборной города Омска. Играл в юниорской города Омска, тренировался вместе с ней. Соответственно, там себя проявил и попал в состав сборной взрослой из Сибири. В секции принимают детей с 7 лет. Что примечательно, тренируют детские и юношеские группы действующие игроки взрослой команды. Так, капитан Сибири, мастер спорта, чемпион России 2019 года Арман Каркумбаев сейчас передает свои знания юным спортсменам. Самый первый год обучения – это на координацию, на ловкость. Упражнения даем больше всего, чтобы они правильно начинали бегать, плюшку держали правильно. Этим образом учим. Занимаюсь я флорболом с первого класса уже больше пяти лет. Понравилась мне эта игра своей динамичностью, много голов, очень интересная и постоянно напряженная. На тренировке проходятся, конечно, сильные физические нагрузки, но мы справляемся. Скоро выезды, надо тренироваться. Тренировки у нас проходят в школе, и когда я должна была пойти в первый класс, мама сказала, что в школе есть спорт в флорбол. Я захотела туда пойти, попробовала, и мне понравилось. Тренировки даются не так тяжело, мы отрабатываем броски, всякие атаки. А то, что у нас мало девочек, меня как-то не тревожит. Я спокойно к этому отношусь. Хочется, конечно, чтобы была женская команда, чтобы девочки играли между собой. Сборные детско-юношеской команды Омской области регулярно принимают участие во всероссийских турнирах и занимают призовые места. Отличный резерв у нас, молодежная сборная Омской области показывает тоже высокие результаты. Уже чемпионата Сибирского федерального округа в прошлом сезоне заняла второе место. Наша юношеская сборная регулярно участвует во всероссийских соревнованиях, которые проводятся под эгидой Национальной федерации флорбола России и занимает призовые места. Наша еще юношеская сборная среди старших юношей в прошлом году стала бронзовым призером чемпионата России среди юниоров. В общей сложности флорболом занимаются более полутора тысяч жителей региона. Свои сборные есть в восьми районах области. В Омске секции флорбола работают в каждом округе. Субтитры создавал DimaTorzok